Михаил, поздравляем с победой. Ваши впечатления о турнире? Впечатления? Понятно, что я очень доволен своим результатом. Место отличное. С точки зрения реализационных моментов я доволен всем. На улице немного жарковато, но в турнире это никак не чувствуется. Это не смогли решить, к сожалению, на улице? Ну как бы да. В этом плане все хорошо. Скажем так, ты играешь в зале и не чувствуешь, что на улице в этот момент плюс 35. Не тесновато было? Нормально в зале? Немного тесновато было, когда играешь на первых столах, тяжело пройти. Больше проблем приходить, когда играешь черными, потому что все стоят и смотрят на мастерские турниры. В этом плане были небольшие. Ну, опять же, мелочи. То есть, в целом, не ощущалось. А теперь про турнир. Вы задали такой темп 5 из 5. И потом, в общем-то, последние три партии более на доплыве уже, да? Ну, как? Сниму партию и вылетел все-таки. Да, простите, точно. Скажите, пожалуйста, какие самые напряженные моменты вы бы отметили? Напряженные? Ну, конечно, самая тяжелая партия объективная была партия с Ефименко, потому что это утренитур, и, конечно, на утренитуре всегда тяжело. Ну, и позиция была такая? Ну, как бы, объективно, по дебюту, то есть, я мог урявнять и получить комфортную позицию, но вместо этого я сделал парню неточности, боится стало уже опасным, потом она стала просто тяжелой, ну и, скажем так, мой оппонент немножко выплестил. Не могу сказать, что у меня там было прям флорено, но да, было опасно. Конечно, по партии была напряженная. С Кузманом еще была непростая партия, потому что я первый раз вышел в основную русскую партию за белок. Ну, для его неудачное продолжение с дебюта я получил большой перевес, но оказалось, что не так просто позицию играть. То есть я, в целом, довольно долго сохранял, скорее всего, решающее преимущество, но опыт, конечно, в какой-то момент выпустил его, ну и в конце вывел из-за того, что мой оппонент зевнул переход в пешечник. Да, мы помним переход. В целом, большую часть партии делал, конечно, нормально, но мог кэш реализовать точнее, потому что объективно позиция была давляющая. В целом, своей игрой довольны в этом туре? В целом, ну вот, я назвал две партии, которые я не особо доволен, но в основном, в остальном, да, доволен. До сегодняшнего тура перформанс 2.770 где-то было. Да, вот так вот. Ещё один вопрос. Ну, единственное, я вот немножко недоволен от партии третьего туре, но там, ну, другая ситуация произошла, я после дебют не особо знал, то есть я решил, что выйду в этот вариант, так как, скорее всего, соперник будет его не особо знать, потому что у него было мало партий, а он знал намного лучше, чем я. В итоге я сначала получил похуже, но, как бы, вот если не считать дебюты части, то есть партия складывалась абсолютно адекватно. Ну, там немножко не точно реализовывал, но, опять же, это были детали. В целом, я доволен в этой партии. Какие-то вот небольшие погрешности были, конечно. Ну, без них. Ну, да. Со Светушкиной партией, там, в один момент, как считался, ну, могло быть критично, но он просто на его вариант пошёл. В целом, очень напряжённая партия была, там, со Светушками, но... Ну, понятно, что напряжённая, потому что, как бы, такая-то дневная ситуация, то есть оба лидерами. То есть, ну, в целом, вот, когда просто он пошёл в ЦБ мне, то есть мне казалось, что меня уже перевёз довольно серьезно. Существенно. То есть, после этого, там, какие-то неточности я делал, ну, мне казалось, что вот... Ну, после этого уже у меня точно всё хорошо, точно не было. Ну, в конечной позиции, если бы Слон М4 не ходил, там ещё борьбы в А2. Ну, мне кажется, она близко к технической. То есть, ну, в лучшем случае, Чёрный где-то зацепится за ничью, потому что позиция, конечно, тяжелее, то есть, вот, очень плохо если бы только, опять бы, 4c5, там, есть конь, то есть... То есть, если он придёт на М4, то есть, будет конец связывания. Вадя на G6 вообще в ней. То есть, что нужно, чтобы очень конкретно придумал, и тогда, возможно, будут какие-то шансы, но... То есть, мне казалось, что уже позиция тяжелейшая. Единственный момент был, где можно было что-то создать, это пойти вадя H6 вместо Слон G5. Вот это была интересная позиция. Он пошёл Слон G5 и обшёл D4. Он вместо Слон G5 мог пойти вадя H6 и вадя H4. Тогда я пошёл бы по Е2, вадя H4, а в 4, G5, G3. Вадя отошла. То есть, во время практики я тоже оцелил вот курицах с большим перевесом. По факту, ну, да, конечно, перевес есть. То есть, возможно, ещё и всё не так плохо. Но, опять же, главное, говорим, это пойти не в том, что она у меня хорошая, а в том, что человеку очень тяжело играть. То есть, у меня ходы все примитивные, я просто усиливаюсь, и для меня любой учебник будет, скорее всего, выиграть. То есть, а у учёных, как бы, соответственно, всё не очень оптимистично. То есть, даже несмотря на то, что у меня в этот момент было минуты 3, хоть в 15, по-моему, где-то так, мне казалось, что мне намного комфортнее. Практически у меня намного более комфортная игра. Ну, что, в общем-то, и доказалось уже быстро. Ну, да. Неудивительно, что так закончилось. Тяжело подбилось. Михаил, какие планы на будущее? На будущее? Ну, сейчас, дни через 20 буду играть в библии в опене. После этого поеду в библии. Постараюсь хорошо сыграть. Этот опен можно причислить к одним из самых больших достижений? Этот? Ну... Помимо чемпионата мира, естественно. Ну, в принципе, да. Как-то... Можно общить, потому что до этого я опены никогда не выигрывал. То есть, у меня были вторые места, но вот именно победа и в опене у меня не разная. Ну, тут состав... Ну, чемпионат, в общем-то, все-таки это не совсем опена. Ну, да, тут у них солидный, довольно крепкий состав. Что важно, довольно быстро выходишь с уже неплохими, крепкими шахматистами. И в этом плане результат, конечно. Да, потому что, то есть, бывают турниры, когда вроде как состав сильный, но при этом весь турнир можно играть с шахматистами намного ниже уровня, чем ты. Ну, ваш сегодняшний соперник, в общем-то, так и получилось у него, да, в общем? Ну, как? Грается, по этим у нас же соперник. Да. Ну, как бы не так, ну... Нет, я имею в виду, что он тоже, он там две ничи в начале сделал, как-то по низам прошелся и выскочил благодаря трехмассерам. Ну, бывает, конечно, да. Нет, просто вот там парнюю партию вывезти, уже попадаешь на крепких шахматистов. У меня с 4-х тватура уже... То есть, 4-х турнир уже... То есть, 4-х турнир уже 470, то есть, потом их 500... 500, 27. У вас там средний, там, 2450 или... Ну, примерно такое, да, да. Ну, это что, учитывая то, что, то есть, в первую турнир уже 2000, там, уставим, там, с 280... То есть, средний тяжело считать в этом плане. Ну, даже учитывая... Ну, да-да-да, учитывая то, что средний неплохо. Ну, да-да-да, учитывая то, что средний неплохо. Хил, еще раз поздравляем, спасибо большое. И удачи. И удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...